По данным портала Always Ready HQ, чьи эксперты проанализировали статистику британского Красного Креста и других благотворительных и медицинских организаций, только 16% людей обладают достаточными знаниями, чтобы помочь человеку в экстренной ситуации. 85% взрослых не уверены, что смогут оказать первую помощь человеку, потерявшему сознание. А вероятность того, что кто-то, обладающий навыками оказания первой помощи, действительно поможет в экстренной ситуации. Составляет 1 к 20. Именно из-за подобной статистики Казанский федеральный университет проводит для учителей общеобразовательных учреждений Республики Татарстан первый Казанский форум «Спаси жизнь», направленный на снижение смертности детей в образовательных учреждениях и освоение педагогическими работниками практических навыков по оказанию первой помощи. Сегодня мы планируем провести учебу по первой помощи. Данное мероприятие у нас приурочено к первому Казанскому форуму «Спаси жизнь». Педагоги уже прошли первый тур, то есть видеть тестирование. Все школы Казани проходили данные тестирования, и на основе этого тестирования было отобрано 10 команд, которые уже попадают на очный этап Олимпиады. И, соответственно, для подготовки к очному этапу мы проводим учебу, чтобы они были готовы оказать помощь при той или иной ситуации, которую мы им создадим. В рамках форума проводятся Олимпиады среди учителей города Казани. Первый тур является отборочным в виде онлайн-тестирования. Командам, прошедшим во второй тур, будет предоставлена возможность пройти обучение по программе оказания первой помощи на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета на безвозмездной основе с получением сертификата. Сохранение здоровья детей в школе является одним из важнейших приоритетов деятельности учителей. Образовательная организация – это место большого скопления людей, иными словами, школьников с различными особенностями физиологического развития и ограниченными возможностями здоровья. Нередко возникают такие ситуации, когда ученики травмируются, ухудшается их самочувствие, резко могут обостриться их хронические заболевания. Бывают и случаи, когда дети нуждаются в неотложной помощи. Именно поэтому каждый школьный учитель обязан знать, как помочь ребенку, который нуждается в помощи. Да, действительно, на этом учебном занятии мы, педагоги, присутствуем как слушатели. Однако, вернувшись в лицей, мы находимся непосредственно на линии фронта. В школах бывают самые разные ситуации, когда требуется оказать первую помощь. Поэтому, конечно, мы, преподаватели, должны быть всегда к этому готовы. Ну и, естественно, что в рамках предмета основы безопасности жизнедеятельности есть особый раздел оказания первой помощи. Поэтому те знания, которые мы приобретаем сегодня, для нас очень актуальны. Институт фундаментальной медицины и биологии дал отличную возможность учителям различных школ и образовательных учреждений укрепить свои знания в области оказания доврачебной помощи и спасти, возможно, множество жизней. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.